Музыка К своим 25 годам он успел стать заслуженным мастером спорта, счастливым отцом и мужем, а пару недель назад в шестой раз защитил титул чемпиона мира по прыжкам на двойном мини-трампе. И это наш земляк, сыровчанин Михаил Заломин. Михаил, поздравляю с победой. Расскажи, какие эмоции и впечатления у тебя остались сразу после того, как ты понял, что ты стал чемпионом мира? Спасибо за поздравления. Эмоции самые положительные. Моей задачей было отстоять свой титул, который я в прошлом году отвоевал, так скажем. Естественно, для меня большая радость и счастье, что получилось подтвердить. И победить на чемпионате мира. Михаил, мини-трамп это довольно экзотический вид спорта. Расскажи в двух словах, что он из себя представляет, на что он похож? Он похож чем-то с опорным прыжком в гимнастике. Единственное, что тут, если в гимнастике идет работа и рук, и ног, то у нас в основном работают только ноги. Руки являются крыльями, которые помогают балансировать и координировать свои движения. А так в целом идет фаза разбега, наскок, подскок и приземление. Михаил, как я сказал, прыжки на двойном мини-трампе это экзотический вид спорта. Как получилось, что ты, парень из небольшого провинциального города, в него пришел и попал? Родители отвели в секцию акробатики на тот момент. На самом деле тогда еще, как такового, даже мини-трампа и не было. Стоял батут, потом появился мини-трамп, но он больше использовался как вспомогательное средство для изучения элементов на дорожке. А потом уже, когда все-таки спортсмены достигают какого-то уровня, им нужен полноценный снаряд. А у нас в Икаре помещалась только половина дорожки акробатической. Вот у нас тренировалась Ирина Малышева, то есть ей было проблематично выполнять, соединять потом свои комбинации на соревнованиях. Потому что она, получается, разбегала, сделала одну половину комбинации, и потом разбегалась и вторую половину. То есть это очень такие неплохие условия для спортсменов нашего вида. И потом решили уже, когда Икар закрыли, решили развивать двойную мини-трампу. То есть снаряд выбрал меня, а не я его. Давай вернемся к чемпионату. Когда ты начал подготовку? Подготовка у нас не заканчивается, в принципе, весь год. То есть вот сейчас прошел чемпионат мира, у меня сейчас отпуск. В начале декабря сейчас мы поедем на сборы восстановительные, и там уже опять пойдет заново цикл подготовки к следующему чемпионату мира. А он где пройдет? В Токио, в Японии. То есть у нас идет сейчас с Нового года два российских старта отборочных, потом перерыв на лето небольшой. Ну, конечно, кто там как уже планирует свою подготовку. В сентябре заключительный российский старт и непосредственно чемпионат мира, который будет в конце ноября. А ты сам, кстати, формируешь прыжки, которые будешь делать? Там же есть определенные компоненты, которые как конструктор складываются, да? Сейчас уже да. Ну, потому что я сам прыгаю, я сам знаю, какие элементы лучше делаются, с какого элемента. Какие комбинации будут выигрышные. Но этим нужно жить, как говорится. То есть у меня в голове постоянно прыжки. То есть я там и дома смотрю видеозаписи. Ну, и сейчас, конечно, уже... Да и сейчас тоже смотрю очень много. Но раньше я, естественно, когда я был, так скажем, не в топе, но когда еще был в юниорах, естественно, я смотрел за взрослыми ребятами, которые выполняют сложные прыжки, и анализировал, какой у них разбег, какой у них наскок, какая у них там высота, какие элементы они делают, что нужно там с руками делать, что с ногами. То есть это все очень такая работа деликатная и долгая. Михаил, ты стал уже шестой раз по счету чемпионом мира. У тебя что, вообще нет конкурентов? Нет, конкуренты, конечно, есть. Их довольно много и по миру, и по нашей стране даже. Ну, здесь играют уже, наверное, и опыт, и характер, и психологический настрой. Ну, естественно, у меня одни из самых сложных комбинаций, которые помогают мне подниматься на пьедестал. Точнее, на высшую ступень пьедестала. Но бывает такое, что, естественно, я проигрываю и своим ребятам, и ребятам, которые на Европе, на мире выступают. Но чаще всего это из-за своих ошибок. Ну, вот сейчас, выходя на беговую дорожку, ты был уверен в победе или нет? Я знаю и знал, что я могу выиграть. То есть, вот сделав свои комбинации, я могу выиграть. Остается самое легкое сделать. Мы, получается, перед соревнованиями разминаемся полчаса. Спортсмены-финалисты выполняют такие комбинации, которые, в принципе, каждый может претендовать на первое место. Ну, то есть, вот мы все конкурентоспособны, чтобы так вот прям повоевать, побороться. Но когда уже нас выводят в соревновательную зону, и спортсмен непосредственно поднимает руку, вот здесь вот самая главная задача сделать. То, что выполняется в разминочном зале, оно остается в разминочном зале, как говорится. А тут уже немного другая психология. И многие ребята не справляются с этим. А ты научился с годами контролировать нервы? И когда уже выходишь на дорожку, отбрасывать все ненужные мысли? Научился, но все равно, естественно, мысли появляются на каждом старте. То есть, у меня нет такого, что вот я уже прям такой опытный спортсмен. Естественно, опытный, но каждый раз. И, наверное, ну, я не беру там соревнования региональные, то есть соревнования, которые на уровне чемпионата России, чемпионатов мира. Для меня они, наверное, то есть я выхожу, как первый раз. У меня волнение всегда, адреналин захлестывает. Бывает даже и перед соревнованиями там трудно уснуть. Но это у многих спортсменов. Но здесь самое главное справиться. Ну, я выигрываю, наверное, получается. Но и все равно, вот если посмотреть мое выступление на последнем чемпионате мира, первое упражнение я не очень качественно выполнил. Это в квалификации? Нет, в финале уже. А ты прыгал в начале или в конце? Я прыгал в конце. То есть у нас такая система, что первый, кто попадает, лучший результат в квалификации выступает в последнем финале. Вот. Это, конечно, для меня большой плюс. То есть я всегда смотрю на своих соперников. Я должен контролировать ситуацию, которую показывают спортсмены, что я должен сделать для того, чтобы обогнать. Вот. В этом плане... Ну, то есть я всегда стараюсь попадать первым, чтобы все это... То есть если ты видишь, что соперники выполнили прыжки, ну, так себе, ты можешь слегка свой сделать более легкий? Ну, то, что я не могу себе позволить сделать там что-то более легкое. У меня были такие даже ситуации. Вот. Я все равно буду выполнять, но я все равно считаю бабалом. То есть в наших прыжках уже, в нашей сложности идет работа на... Ну, вот, на детали. То есть на там прижатая рука, отставленная нога на приземлении. То есть я... Вот были такие ситуации на чемпионате мира там в 14-м году, когда американский спортсмен сделал там ультрасложную комбинацию. И я понимал, что вот мне сейчас нужно сделать мою комбинацию в зону, в красный квадрат, без шагов, набрать за технику такую-то оценку. И тогда я, возможно, его обгоню, если, конечно, мне это позволит. Потому что чемпионат проводился в Америке. Вот. И у меня получилось тогда именно так сделать. И я обошел его на 5-10. Было такое, что в финале в 13-м году спортсмены, которые претендовали на борьбу за первое место, они упали. Вот. И мне нужно было просто сделать. И мой тренер тогда, Московский, подбегал ко мне. Я помню, что он... Давай, делай там, ну... То есть, облегченную комбинацию. То есть, я ему сразу показал, что уходите, не надо мне ничего говорить. То есть, я уже... Потому что, когда идет перестроение... То есть, спортсмены, я настраиваюсь на это не то, что с утра. Я настраиваюсь на это еще где-то на сборах, где-то на подготовке. И вот так вот менять в один миг, облегчать комбинацию. То, во-первых, я и себя перестану уважать, наверное. А если я еще и завалюсь на этой комбинации, я не знаю, что я буду делать. Вот. Но облегчать, значит, отступать назад. Я готовил свою программу, значит, я готов ее выходить вот здесь вот и выполнять. И показывать результат тот, на который я готовился. А как ты считаешь, твой характер в большую роль сыграл в успехах, которых ты добился? Большую. Он мне, конечно, и мешает во многом. То, что я там на тренировках, когда не получается, не могу себя сдержать. И кричу. И кричу не очень цензурные слова. Вот. Но вот за счет, наверное, характера у меня и получилось как бы подняться на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. То есть у тебя все победу по этому кровью выяснили? Да, да. То есть сейчас я более сдержан стал в детстве, наверное, и в юношестве. Я делал, когда у меня не получалось, я вот мог бегать, не знаю, пока. Но вот пока я реально не сделаю так, как мне понравится. И пусть я там уже устал, и уже мозг ничего не контролирует, я там ничего не понимаю, но все равно мне надо сделать. И я вот говорю, что в этом плане немного подвел, наверное. Ну, не то, что подвел, а я сам себя не сдержал в какой-то момент и получил травму. Это было в 2011 году. Вот. Вот я надорвал мышцу, двуглавую бедра. Вот. Но вот эта травма, она дала мне как раз, она все дала мне, чтобы пересмотреть на мою подготовку. И я более тщательно стал подходить к этому вопросу, и, соответственно, выполнять меньшее количество подходов, но более качественно. И вот тут уже пошла работа как раз на результат. То есть тебя подтолкнули в нужном направлении? Ну, можно сказать и так. Я сам себя подтолкнул. Михаил, ты уроженец нашего города, и, в общем, прославил его, чем мы гордимся. Скажи, а как складывалась твоя жизнь после того, как ты уехал из Сарова? Ты ведь был еще школьником. Вот я переехал в училище Олимпийского резерва. Куда тебя позвали? Да, меня пригласил московский тренер. Ну, тогда ситуация так сложилась. Мой тренер на тот момент, Заматаев Александр Федорович, можно сказать, меня туда направил. То есть все устроил мне для того, чтобы я туда поступил и там учился. Вот, за что я ему очень благодарен. Закончил училище я в 2010 году, 11 класс. Поступил на курсы средне-специального образования. Ну, туда же в училище. Отучился там. Закончил в 2013 году. Вот вышел, то есть я уже как мог устраивать с тренером или преподавателем там в школу. Вот, поступил в институт. Отучился в институте на бакалавриате. То есть это все, ну, как бы параллельно было. Но больше всего мне нравилось в училище, когда я учился и в школе, и вот на курсах. То есть там преподаватели, они идут на уступки. И подстраиваются, можно сказать, индивидуально под каждого спортсмена. Было такое, что я приезжал сюда, ну, еще учащийся в 11 классе. Ну, и пришел к своим ребятам, одноклассникам. Ну, просто даже посидеть на уроке. А меня учительница по русскому языку спрашивает. Ну, а что вы там ЕГЭ-то будете сдавать? Там как раз вот включили. Вот я говорю, ну, конечно. Да за вас, наверное, там уже все решат. Все напечатают. Я говорю, да нет, готовимся вот. Для меня было, ну, не то что удивлением, а небольшой победой, когда, получается, за один год здесь я был, ну, как сказать, шалтай-балтай такой. То есть я спортсмен, на задней парте сижу, ничего не надо делать. А туда приезжаешь, там все спортсмены такие. И уже списать там у кого-то уже не получается. Вот, то есть тут уже пошла подготовка именно учебная. И когда я ЕГЭ написал лучше, там, половину, ну, и своих, и одноклассник, который в Москве, и здесь, который, то есть, ну, и по уровню неплохо сдал. То есть это для меня тоже была какая-то победа. То есть без всяких репетиторов с двухразовой тренировкой это было очень сложно совместить. А после окончания университета, как вообще вот живут спортсмены, которые все, что можно закончили, уже просто выступают? Да, неплохо живут. Ну, вот сейчас я окончил в этом году магистратуру в педагогическом университете. Вот. И сейчас я просто, то есть, получив образование, я тренируюсь. У меня двухразовая тренировка. И я уже, наконец-то, спокоен, что мне не надо там что-то ездить доздавать. Вот. Но все равно у меня какое-то постоянное чувство вины, что вот я сижу, не учусь, и уже закрадываются мысли еще там куда-то поступить. Вот. Но пока что я на дату учебы немного... Ну, естественно, всегда человек должен всегда учиться, образовываться. Вот. Пока что я стараюсь переключиться на другие сферы учебы, то есть, которые я могу, ну, и без университетов освоить. А у тебя есть какие-то хобби, интересы вне спорта? Хобби? Ну, самое, наверное, главное мое хобби – это семья и рыбалка. Рыбалка? Ну, летом, да, я практически... Вот, как только тает лед, вот, я стараюсь выезжать на рыбалку, потому что это мой психолог своеобразный. То есть, мне нужно посидеть наедине со своими мыслями. Это очень помогает для того... То есть, ты один, без компании? Да, да, без компании. Ну, и когда-то, естественно, хочется и с компанией съездить, вот. Вот, ну, мне просто необходимо выехать куда-то там, к речке, на природу и посидеть там с удочкой, подумать. И, возможно, даже придет, ну, вот, если у меня что-то не получается там на тренировках, бывает такое, что и приходит решение правильное именно вот в такие моменты, когда ты полностью отстранен от зала. Помедитировать надо, в общем. Да, да. Второе хобби – это семья. Насколько я понимаю, твоя супруга, она тоже из спорта. Вот, чтобы ты честно мог своим коллегам посоветовать, можно знакомиться с однокашниками из спортзала или где угодно, только не на тренировках? Это нужно знакомиться, потому что это... Все-таки два спортсмена, два плюса. Люди уже связаны деятельностью. Вот, ну, это, собственно, как и у людей там на работе, когда им есть о чем поговорить. Вот, то же самое и в спорте, когда один спортсмен там горит своей работой и прыжками, другой спортсмен, вот, то есть это все... А супруга у тебя кто? Супруга мастер спорта международного класса, тоже, ну, по прыжкам на батуте, вот, но она закончила уже спортивную карьеру, тоже она бронзовый призер чемпионата мира в команде, вот, то есть, ну, спортсменка на уровне была в свое время. Вы на соревнованиях познакомились? Жена москвичка, да, познакомились на соревнованиях, вот, и, собственно, когда я переехал в Москву, начал ухлестывать, вот, ну, и, собственно, да, образовалась наша семья. Сейчас вот родилась точка Софии. Уже на трамплин ставите? На трамплин ставить, пока в олимпийскую дисциплину не включат, ставить не будем. Ну, вообще, что сама выберет, ей нравится, то есть, она, естественно, уже смотрит там, ну, когда я смотрю свои прыжки, она подсаживается, вот, папа-папа прыгает, то есть, там, браво-браво, то есть, ей нравится уже батут, она знает, что такое батут, как он выглядит, на кровати у нас дома прыгает, на тренировку я ее с собой беру, там, иногда тоже, наверное, с батута не слезает, то есть, все, тоже нравится, но, опять же, это... А вот ты, как спортсмен, который столкнулся со всеми плюсами и минусами жизни в этой профессии, хотел бы и спортивного будущего? Хотел бы, потому что спорт, он дисциплинирует, да и вообще, как-то раньше человек начинает взрослеть, когда он выезжает на соревнования, естественно, уже мама-папа не ездит, то есть, и с тренером, с командой, спорт, он как-то ставит на ноги. А что самое сложное в жизни спортсмена? Самое сложное, это после травмы оправиться, и не боясь, что опять случится какая-то травма, какое-то несчастье, вот перебороть себя и подняться на тот же уровень, а то и выше. На тебя морально не давит, что ты постоянно, каждый день должен доказывать, что ты лучший? Ну, каждый день я, наверное, не доказываю, но, естественно, у меня... Вот такая жесткая среда, она ведь немногим людям подходит. Во время подготовки, да, я очень сильно себя так и сдерживаю, и контролирую, и, ну, в общем, держусь режима, вот, а без этого никак, то есть, это уже образ жизни. Я... Если бы мне не нравилось это, я бы уже давно закончил. А что, наоборот, самое приятное в жизни спортсмена? Самое приятное подниматься на пьедестал и получать кубок и медаль. А ты помнишь самую свою первую победу на чемпионате мира? Конечно. Вот тогда, когда еще у тебя не было титулов, ты всерьез рассчитывал, что ты выиграешь, или это было для тебя как снег на голову? Ну, когда я выиграл именно чемпионат мира уже взрослый, то есть, спортсмены, которые выходят на этот уровень, они уже... То есть, это не хобби становится для спортсмена, это уже профессия. Вот. Если брать, допустим, не чемпионат мира, а вот первая моя важная победа, это в 10 лет, когда я поехал на первенство мира в Германию, и я там занял третье место. Вот тогда, тогда я уже, наверное, и то, опять же, с помощью родителей, с папой. У меня папа всегда горел моим видом спорта, и тем, чем я занимаюсь, он всегда приходил на тренировки. Вот. И когда у меня что-то не получалось, и было такое, что все, мне надоело, я больше не хочу. То есть, он меня тогда, я помню, спросил, что для тебя твой вид спорта? Я говорю, для меня это хобби. Он говорит, нет, для тебя это уже не хобби. Это уже твоя профессия, и ты должен показывать, что ты лучший в этом. И вот я до сих пор помню эти слова, и как-то... Я уже, ну, я понимаю, что когда хобби, это, ну, грубо говоря, прийти, там, не знаю, на лыжную базу, там, покататься. Ну, естественно, это у профессиональных спортсменов я не беру. То есть, вот люди, которые вот просто выпал снег, и они решили покататься. Вот это хобби. А когда ходишь каждый день на тренировку, а то и два раза в день, это уже трудно назвать хобби. Но ты все еще получаешь удовольствие от этого? Я, да, в том-то и дело, что это приносит мне удовольствие, и дай бог, чтобы здоровье не подводило. То есть, я хочу еще, ну, продержаться вот один цикл, то есть, до следующих всемирных игр, которые будут в 21-м году. А они где пройдут? Они пройдут в Лондоне. Вот. Хочу, чтобы, ну, наверное, вот дойти до этого уровня, попасть. То есть, там попадает один спортсмен от страны, вот, выступить там, и, наверное... Ну, пока я не хочу ничего загадывать. Вот пока вот мне нравится прыгать, пока вот все хорошо, и буду заниматься тем, чем нравится. А Мини-Трамп вообще набирает обороты по популярности, по интересу? Набирает. Ну, набирает вид спорта в целом. То есть, нет такого, что каждый снаряд по отдельности. Это все идет в совокупности, и это очень хорошо. Но было бы еще лучше, если бы все гимнастические виды спорта, такие как художественная гимнастика, спортивные, батут, аэробика, то есть, они все вот взяли бы хотя бы раз в год, проводили такие соревнования. Именно акробатические. Да, то есть, вот, сняли бы один большой спортивный комплекс, для зрителей все устроили, то есть, вот, шли бы соревнования параллельно по всем видам спорта. Вот это бы массовость еще больше придало и нашему виду спорта, и другим видам спорта. Михаил, и последний вопрос. Спортсмены уходят на пенсию рано. Ну, раньше большинства остальных. Как ты себя видишь после завершения карьеры? Мне нравится тренерская работа. Да и вообще, ну, то есть, я, естественно, хочу остаться в этом виде спорта. Пока кем я буду в этом виде спорта, я не могу сказать. Вот, но в планах есть развивать его, да и участвовать в подготовке спортсменов. Ну, ты хотел бы войти в федерацию и прикладывать свои силы для того, чтобы наконец-то ввести мини-трамп в олимпийскую программу? Да. А как ты считаешь, это возможно? Ничего невозможного нет. Все возможно, конечно, тем более. Но пробиваться, соответственно, нужно уже в Международную федерацию гимнастики, а там и в Олимпийский комитет. Но я имею в виду, чтобы подавать все эти заявки. Но почему нет? Кто-то же должен этим заняться. Единственное, жалко, что, возможно, я сам не поучаствую в Олимпийских играх. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с шестикаратным чемпионом мира Михаилом Заломиным. Михаил, большое спасибо, удачи, побед. Я надеюсь, мы еще не раз о тебе услышим и расскажем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.